Доброго утра, отличного настроения. Всем желает рубрика по вашим письмам. В ближайшие пару минут расскажем, почему не было отопления на Ласвинской 68Б. Когда восстановят ограждение на остановке Белинского и могут ли в пенсионном фонде требовать с вас копии документов. Читая первый вопрос, Ирина написала нам. Проживая по адресу Ласвинская 68Б, у нас нет отопления, по телефонам справочных служб дозвониться не могу, что делать. Ирина в департаменте жилищно-коммунального хозяйства ответили на ваш вопрос. Ситуация по этому дому была связана с тем, что был период, у нас отсутствовали параметры теплоносителя, которые должны были подавать ресурсоснабжающая организация ПСК. Если собственник не может дозвониться по телефону, как ему указано, значит необходимо позвонить в департамент жилищно-коммунального хозяйства по телефону 210-8810. Мы индивидуально разберемся и примем меры в части обеспечения коммунальной услугой отопления. Александр Никитич прислал вопрос. На трамвайной остановке Белинского раньше было ограждение для пассажиров, сейчас его не стало. Стоять на остановке опасно. Скажите, когда его восстановят? Александр Никитич, о сложившейся ситуации в департаменте дорог и транспорта, знают, но порадовать вас пока нечем. Ограждения были снесены частично во время уборки дороги дорожной техникой. Эта ситуация, она не запланирована, конечно, в бюджете города Перми. На 12-й год на восстановление денег не предусмотрено и не будет производиться. Частично ограждения там остались. Планируем выполнить эту работу в следующем году. Еще один вопрос сегодня от Марины Витальевны. Скажите, правомерно ли сотрудники пенсионного фонда требует представить вместе с документами еще и их копии? Неужели копии невозможно сделать здесь же, на месте? Марина Витальевна, в пенсионном фонде нам пояснили, если вы пришли в отделение с оригиналами документов, никаких копий приносить с собой вы не должны. Если для пенсионного фонда требуются копии трудовой книжки, копии средства о рождении детей или копии каких-то справок, наши органы оснащены всей необходимой копировальной множительной техникой. Мы сами снимаем копии и, ну, так сказать, как бы не предусмотрено, что мы кого-то куда-то будем отправлять за копиями и документами. Напомню, прислать нам вопрос может каждый. Пишите электронная почта утрособакарефей.ру или звоните телефон 2-630-300. Вопросы оставляйте для абонента «Утро». А я, Светлана Ларханиди, желаю вам удачи в делах и отличного настроения. До встречи!